Офицеры полиции, поделитесь случаями из разряда «это сошло бы им с рук, если бы они держали рот на замке». Как-то раз меня попросили следить за порядком, пока два офицера по УДО обыскивали дом парня. Хочу отметить, что в большинстве юрисдикций люди, которые освобождаются по УДО, должны дать согласие на периодические личные обыски и обыски дома. Во время обыска офицер приподнял матрас парня, находящегося на испытательном сроке, и произнес спокойным тоном «Вау». Парень заволновался и сказал «Да, черт побери, это запрещенные вещества и пушка, арестуйте меня, мне пофигу». Оказалось, что офицер нашел огромный фалоимитатор. Но когда парень раскрыл рот, офицер приподнял матрас еще сильнее и нашел кучу громовых пакетиков и пистолет ГЛОК-17. Офицер сказал, что увидев неожиданную находку, он хотел забить на матрас, но из-за слов парня он решил продолжать поиск. Из-за своего темперамента и неумения держать язык за зубами, парень отправился в тюрьму на 10 лет. Остановил машину из-за просроченного номера. Спросил у водителя права, он начал рыться в своем бумажнике. Не смог найти. Он сказал мне «Чувак, я один из вас, все нормально». «О, а из какого отдела?» «Ммм, ну, на самом деле я охранник, но это одно и то же». Я спросил вежливо «Ну так где твои права?» «Ну, они в...» И он показал рукой в сторону багажника. «Они в багажнике?» «На самом деле, не там». Мой радар пи***а резко начал зашкаливать. «Может, ты откроешь багажник и достанешь свои права?» «Ня, их нет при мне». Он начал оглядываться, пытаясь придумать другую историю, но я понял, что он не хочет, чтобы я заглядывал в багажник. А еще он перестал отвечать на мои вопросы. «У тебя нет прав, значит, я должен отвезти тебя в участок и взять отпечатки пальцев». Я решил заглянуть в багажник любым способом. Он казался очень растерянным. Я спросил, что в багажнике, но он отказывался говорить. Мы вывели его из машины и надели на него наручники. Мой напарник пробил его права через отпечатки пальцев. Так как срок регистрации его машины закончился уже 6 месяцев назад, это происходило в Калифорнии, мы должны были увезти ее на штрафстоянку. В процессе подготовки машины к буксировке мы должны провести быструю инвентаризацию. В багажнике лежала фальшивая полицейская форма с фальшивыми нашивками и металлическим значком. Пистолета не было, лишь ремень с кобурой. Также там лежали диски с детскими видео. Оказалось, что этого парня в соседнем городе разыскивали уже несколько месяцев. Он переодевался в полицейского офицера, заговаривал с детьми, а дальше вы поняли. Если бы он просто назвал мне свое имя, я пробил бы его права и убедился бы, что он не ездит без прав. Вероятно, я бы отпустил его, однако... Я офицер полиции в Великобритании. Было около двух ночи, поэтому уличные фонари были отключены. Патрулируя, я увидел движущийся автомобиль, у которого были включены только габариты. Развернулся и остановил их. Я попросил водителя показать права, у него были лишь временные. Номерной знак автомобиля не соответствовал типу его водительского удостоверения. Это означало, что у чувака также нет страховки, потому что вождение не в соответствии с правами аннулирует ее. В общем, я повел его в свою машину, чтобы поговорить с ним, начал выписывать штраф за отсутствие страховки, планируя конфисковать его машину за то, что он ездил не в соответствии со своим водительским удостоверением. Однако, когда я заполнял бланк штрафа, он сказал мне, «Я вообще не должен был везти эту машину, мой приятель даже не знает, что я одолжил ее». Я некоторое время молчал, потом спросил, «Прости, что?» «Да, мой приятель живет выше по дороге, и я был в его краях. Он уснул, поэтому я решил просто взять его машину и прокатиться». Отлично. Я позвонил другим сотрудникам, чтобы они поехали по адресу друга подозреваемого. Он подтвердил, что не был особенно рад тому, что друг забрал его машину, а особенно тому, что она была конфискована. В итоге, вместо штрафа на 200 долларов и гнева друга, он был арестован за управление транспортным средством без согласия его владельца, вождение не в соответствии с водительским удостоверением и отсутствие страховки. Он был в суде и получил штраф размером чуть менее тысячи фунтов, а также провел ночь в камере. Не я, а мой отец. Мой отец служил в вертолетной роте в армии. Они были прикреплены к местной полиции для поиска травы, выращиваемой в сельской части нашего штата в 1980-х годах. Однажды они нашли довольно крупные посадки недалеко от участка местного фермера. Они посадили вертолет рядом с фермой и спросили у фермера, известно ли ему, кто выращивает травку рядом с его участком. Фермер испугался и сразу признался, что это его растение. Полиция арестовала его. Забавно, что если бы фермер просто сделал вид, что ничего не знает, солдаты и полицейские бы просто уничтожили урожай и уехали. Я не офицер полиции, но в нашей деревне есть дом, в котором, как считается, расположен популярный наркопритон. Полицейские пришли в этот дом с обыском, но не смогли ничего найти. Когда они уезжали, любезный хозяин дома крикнул им, что надо было привезти специально обученных собак. Так они и сделали. Через несколько дней вернулись с собаками, которые обнаружили спрятанные запрещенные вещества в огромном количестве. Абсолютные идиоты. Я не полицейский, но стал свидетелем подобной ситуации. Я и мои друзья во время учебы в колледже любили сидеть снаружи дома и курить кальян. Мы нередко предлагали присоединиться к нам, незнакомым прохожим или полицейским кампуса, которые часто заговаривали с нами, когда объезжали территорию. Однажды мимо нас проходило несколько первокурсников, и мы предложили им присоединиться к нам. Примерно через 15 минут к нам подъехала полицейская машина, и первокурсники вдруг заметно занервничали. Мы попытались успокоить их, сказав, что эти копы нормальные. Как только копы вышли из машины, один первокурсник сорвался с места и пробежал около 6 метров, пока один из копов не повалил его. Мы все захлопали и начали шутить над парнишкой. Коп обыскал его и нашел очень много травы, а затем сказал, ты хоть понимаешь, что пока ты не побежал, у меня не было причин тебя подозревать. Я просто хотел поболтать с друзьями. И он указал на нас. В конце концов, коп выписал ему штраф и отпустил его. Двоюродный брат моего друга разъезжал по всему штату и проверял неблагополучные семьи. Приехал к одному из них. Дома был только его 4-летний сын. Отца не было. Коп начал разговаривать с сыном, чтобы убедиться, что у него все в порядке. Спустя какое-то время ребенок сказал копу, хочешь увидеть секретный сад моего папы? Повел его к шкафу, задняя стенка которого оказалась дверью. Открыл ее и увидел небольшой сад с травой. Когда мужик вернулся домой, его ждали несколько полицейских машин и обвинения. В общем, мы обнаружили случай вождения в нетрезвом виде. Мужчина въехал прямо в деревья в лесу, потому что система GPS показала ему, что скоро на этом месте будет улица. Он пошел пешком в свой номер в отеле, оставив документы из отеля в машине. Мы приехали в отель, подошли к его номеру и постучали. Он не обязан был открывать дверь, но он сделал это. Мы сразу поняли, что он очень пьян. Я спросила, пил ли он что-нибудь после аварии. Он мог ничего не ответить или ответить, что выпил после аварии. Он сказал, я не пил ничего после аварии. А еще у нас можно сообщить о порче имущества в течение 24 часов после аварии. То есть его даже не обвинили бы в оставлении места аварии. Когда я арестовывала парня, он сказал мне, что он адвокат. Я сказала ему, надеюсь, вы не адвокат защиты. Но могу сказать в его защиту, что он был чертовски пьян. Я был полицейским на военно-воздушной базе на Аляске. Три парня ограбили местный магазин с алкоголем. И мы отправились туда, но по дороге попали в пробку перед перекрестком. Мы сидели с включенными проблесковыми маячками и сиренами, пытаясь добиться того, чтобы машины пропустили нас. Как вдруг задняя дверь стоящей перед нами машины открылась, из нее вышел парень, лег на багажник и развел руки и ноги. Мы были удивлены, но вышли, чтобы узнать, в чем дело. И выяснилось, что это и есть те самые грабители. Извинено, после того, как мы арестовали их, мы сообщили им, что понятия не имели, кто они такие. Водители-пассажир с переднего сидения были крайне недовольны пассажирам с заднего сидения. Бесспорно лучшим примером этого является Деннис Рейдер, также известный как убийца БТК. Это печально известный серийный убийца, который орудовал несколько десятилетий с 1974 по 1991 год. Он ответственен как минимум за 10 убийств. В общем, БТК лег на дно на долгие годы, и никто ничего не слышал о нем до 2004 года, когда он снова начал писать письма полиции и СМИ. В 2005 году он прислал полиции письмо, где спрашивал, сможет ли полиция вычислить его, если он пришлет им дискету. Полицейские ответили, что не смогут. В итоге тупарь отправил им дискету. Они смогли восстановить метаданные из удаленного документа Word с дискеты, который содержал его имя и название церкви, где он был президентом их совета. После этого они легко смогли найти его, и он был арестован, и в конечном итоге получил 10 подряд пожизненных приговоров. Ему, вероятно, могли бы сойти с рук все эти убийства, если бы он просто молчал. Я не коп, но моя история будет в тему. Когда я училась в старших классах, мне нравилось парковаться на парковке рядом с машинами, припаркованными будто на отвали, создающими неудобства для других машин. Как-то раз я пошла на школьный матч по американскому футболу и увидела дерьмово припаркованный джип. Он занял почти половину соседнего парковочного места и был припаркован под углом. У меня тогда был Chevrolet Silverado 98-го года, старый добрый фургон. Я припарковалась идеально, не выходя за границы разметки. В результате водительская дверь джипа была зажата моей машиной. Водитель не смог бы сесть в свою машину через эту дверь. Я сняла эту ситуацию на фото ради прикола и пошла по своим делам. Когда я вернулась, джипа уже не было, но вся пассажирская дверь моей машины была расцарапана ключом. Недалеко от меня был офицер полиции. Я рассказала ему обо всем и показала снимок. Он сказал, что почти ничего не может сделать, так как свидетелей и камер нет, но он попробует. Он пробил номер машины, позвонил чуваку и спросил, он ли это сделал. Парень признался во всем и в итоге ему пришлось заплатить 1600 долларов в качестве возмещения ущерба. Кроме того, он был обвинен в уголовном преступлении. Как-то раз мимо меня проехала машина. Пассажир высунул половину своего тела из переднего пассажирского окна, поднял средний палец и крикнул «Иди нахуй!». Я обратил на него внимание из-за непристегнутого ремня. Поехал за машиной и пробил номер. Регистрационный номер был просрочен. К номеру прилагались данные о водительском удостоверении официального владельца машины. Удостоверение тоже было просрочено. У зарегистрированного владельца машины было два штрафа за кражу из супермаркета. Я остановил машину, водитель и пассажир начали распинаться о том, что у нас свобода слова, что я не могу остановить их из-за среднего пальца и нецензурной лексики, и они были правы на 100%. Однако, я сообщил им, что имею право остановить их из-за непристегнутого ремня и из-за нарушения правил регистрации, и они внезапно замолчали. Водителя арестовали за просроченную регистрацию и права, а пассажир получил предупреждение. Автомобиль водителя был конфискован. Мораль? Скажите своим пассажирам вести себя тихо. Если бы этот парень не вел себя как идиот, его приятель спокойно доехал бы до дома. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok